Я сегодня прям какая-то неведомо неорганизованная, только села обедать. Обедаю я сама, потому что мне обедать приходится в 11.30, но сейчас уже 1.40, через 20 минут мне нужно выходить, а я до сих пор не бы обедала. Ну а так, всем зрителям привет, 16 или 15 день карантина, делаю вид, как будто все нормально. Я, значит, села есть вот этот вот салат и разогрела куриные ножки, не ножки, а какие-то, я не знаю, как они правильно называются, и сказала, как-то у меня некрасиво блюдо выглядят. Леночка принесла мне порванные бусы, чтобы украсить стол. Теперь красиво. А я вот думаю, и даже вчера в инстаграме разместила такой вопрос, в французском инстаграме, пропадут ли привычки французов целоваться? Вот сейчас же нельзя приближаться к друг другу ближе, чем на один метр, да, я так понимаю, что они все ходят и их аж трусит от того, что они не могут пооблобузаться. Интересно, пройдет это или нет в тот момент, когда закончится вирус. Или они уже как бы привыкнут к тому, что, ну вот все, не обнимаемся, не целуемся и здороваемся, как русские. Заходим в комнату, всем говорим привет, и этого достаточно. Либо продолжаем тратить время и целовать друг друга якобы все. Но есть и плюсы в держании такого расстояния. Помните, у меня на работе был чувак, да что был, он и есть, и мы вынуждены общаться с ним каждый день, потому что именно он дает мне указания, что делать, а чего не делать. Так вот, этот чувак, мне казалось, что он держит слишком близкое расстояние. Я даже с вами как-то советовалась, может, я думаю, выдумываю себе это, но сошлись на мнении, что не выдумываю. Так вот, подходить ко мне он сейчас не может, потому что там пришла такая красная линия, понимаете? Так что есть в этом и свои плюсы. А я, как всегда, опаздываю на работу. Вчера я опоздала на две минуты, и у меня сделали выговор. Я приехала на две минуты позже. На четверти ходить и нет. Я, кстати, в последнее время что-то фигню какую-то делаю. То не туда бумаги сложу, то неправильно заполню. Вчера вообще рассылала, нужно было общее письмо отправить в компанию из тысячи человек. Сделала в слове, в объективе ошибку. И мне, короче, сегодня выдали вот такую вот фигню. Это мои обязанности. Все это перечитать еще раз, потому что гоню я, короче. И я понимаю, я заслужила. Я занялась письмами в Америку, в испанию. В Китай. Тоже. Это куда? Это в Германию уйдет. Вот бы мне такую машину домой. А раньше, помните, как мы это, марки клеили языком? Наверное, тоже входила в обязанности секретаря. А еще помните мои неизбывшиеся мечты. Деньги копила-копила, чтобы поехать в феврале на остров Маврикий. Мы хотели перед Новым годом, потом решили в феврале, потому что там теплее. Деньги в результате копила-копила, даже половину не накопила. И так получилось, что мы вынуждены были их потратить. Такая случилась ситуация. В общем, ни на какой остров Маврикий мы в феврале не полетели. И слава богу, потому что где бы мы сейчас были, непонятно. Потому что вылететь оттуда было бы невозможно. Наверное, бог все предвидел. Все мне тихонечко расписал, как надо. И типа, сиди, не дергайся. Сейчас будем менять обстановку в мире. Кстати, обратили внимание, что я до сих пор не высказалась, что я по всему этому думаю? Я просто еще пока ничего не думаю. Как-то это все очень трудно принять, но я вижу в этом реальность. Я не вижу никакой в этом паники, ужаса. Я не вижу в этом какого-то изменения коренного в мире, что сейчас нас всех прочипуют. Что типа, я там не знаю, я читаю сейчас эти статьи. Такие разноплановые мысли, что можно книгу прямо сейчас начать писать. Интересная тема, кстати. Но пока у меня остаются нейтральные мысли. Да, эпидемия. Да, трудно понять, да, трудно с этим согласиться. Да, трудно правильно себя вести в этой ситуации. Но в это трудно поверить только потому, что нам казалось, что 21 век, мы же так во всем продвинулись. Неужели такое может с нами случиться, как было там 100 лет назад? Может. Почему это, собственно говоря, не может? Думают, как же в 21 веке не найдут вакцину от этого? Типа такого не может быть. Ну вот от человеческой тупости же до сих пор ничего не нашли. От человеческой жестокости, безразличия. Ничего же еще не нашли. Так почему же от коронавируса должны найти прямо сейчас? Единственное, что я почитала, проконсультировалась по поводу всех других эпидемий. Ни одна эпидемия не заканчивалась через месяц. И единственное, что меня пугает во всем этом, что мне кажется, что это может продлиться намного дольше, чем нам говорят. А так никакой там контр-логики не вижу. Так что все идет так, как идет. Ты что не учишь? 1 апреля никому не верю, но это у нас так. Во Франции это называется «poisson d'avril». Если дословно перевести, то будет как «апрельская рыба». Но это и есть типа шутка. Я видела, что там линку в комнату, бежала, наверное, на сделал. Алло, а что ты делаешь поisson d'avril? Да. Да? Да. Жоли, папа? Да, но я их потеряла. А вот? Пердю? Ну, в принципе, я делаю фарсатей, но я их не нашла. Но фарсатей, папа, да, но я их не нашла. Просто по легенде, не по легенде, а по 1 апреля, они делают рыбку такую и вешают ее кому-нибудь на спину. Я говорю, ты сделала, но говорит, да, но я ее потеряла. Главное, это потому, что она ее не потеряла. Ну, в зеркало посмотреть, а уже, наверное, ко мне прицепила. А может, и нет. Что ты делаешь? Это мой компьютер. Что? Хотела вам показать курсы, которые я сейчас прохожу. Итак, первое, кого я хочу показать, это инстаграм на миллион. Что это за интернет? От Ольги Гаркуши. Я прошла сейчас четвертый урок, и пока как бы у меня не самое лучшее впечатление, потому что когда человек говорит на камеру, видно, что читается листочка, иногда запинается. Как бы я... Но, наверное, это не самое главное. Какие знания может мне дать человек? Я только на четвертом уроке, поэтому судить пока еще трудно. А их здесь всего, ого, даже больше 20. То есть, я обычно по одному уроку в день делаю, и только... Так, подождите, здесь их 31 урок получается. То есть, грубо говоря, это месячный курс, но суббота-воскресенье я не занимаюсь, поэтому, скорее всего, буду полтора месяца этим заниматься. Следующий курс, который я прохожу, это на сайте Udemy. Мне кажется, что на этом сайте даже есть и русские какие-то курсы, но мой курс вот такой. Я не знаю, почему он сегодня такой интернет ужасный. Называется инстаграм-маркетинг «Люгид Кумпли Пури Усех». Обалденный дяденька! Началось с того, что он рассказывает вообще всю историю веба. Очень интересная программа, прям полистать ее хорошо. Тут, ну, замечательный... Можно замечательную информацию получить. Я сейчас также здесь прохожу четвертый урок, и мы проходим сейчас с мужчиной с отличной дикцией, в отличие от меня, и вообще с отличным... Все в отличие от меня. Очень интересно рассказывать, и, скорее всего, именно в этом курсе у меня будет положительный отзыв. Для меня важно все-таки это делать наравне с русским прогрессом, потому что мне кажется, что совместив знания французских и русских пользователей инстаграма, мне кажется, я смогу больше получить. И последнее это... Ну, нет, это не до. Это марафон по видеосъемке на телефон. Мне показалось, что это тоже может быть мне очень интересно, если откроется. Я не знаю, что с моим интернетом. Четырнадцать дней вот этого марафона. И... Нет, семь дней этого марафона. И если я смогу подчеркнуть для себя, что ты делала действительно красивые фотографии для инстаграм, то мне кажется, что я не зря заплатила какую-то, ну, очень небольшую сумму. Вот такие вот три курса я сейчас прохожу. Ой! Ой! Подожди, подожди, не кричи, я хочу его снять. Подожди, Лена, подожди. Смотрите, видите, в 3D, в общем, у нас собачка. Она, по идее, как бы вот здесь сидит. Это новая функция от Гугля. Просто невероятно классная. Можно различных животных в 3D разглядывать. И крокодилы всякие, и львы, и змеюки. У тебя такие грязные руки, что она не хочет тебя нюхать. Аф, аф! Она, кстати... Подожди, видишь, гавкает? Давай звук включим. 20 часов. День сюрга. А-а-а! А-а-а! Сегодня новую какую-то музыку включил он. Он каждый раз какую-то музыку еще включает. Все хлопы эту музыку включают. Молодец, все. Хороший хейт этот сосед удаст теперь. Теперь сковородками будут стучать все. Смотрите, видите, какая-то аптечка сейчас появилась здесь. И если с телефоном подходить вот так, то можно прямо на нее посмотреть, смотрите. Вот она. Главное, чтобы Джеймс ее это не напугал. Крылышки прям, смотрите, видите, она машет крылышками. Все это можно увидеть. Прям лицо ее можно разглядеть. Смотри, какая она. Ух ты! Ой, какая страшная. Не трогай ее. Давай змею посмотрим. Сторожно. Иди возле птички. Иди возле птички. Встань. Иди возле птички. Встань. Иди потрогай птичку. Иди потрогай. Она сейчас тебя крылышками замашет. Она сейчас тебя крылышками замашет. Она сейчас тебя скучала. Мород, я не верю! Пусть тетелью! Мород, я хочу znaleсться на улице. Я хочу снимать все три. Мород! Мород! Я не верю в твою ручку! Мород! Мород! Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.